Пенсионерка Людмила Орлова подумала, что ее активная жизнь закончилась, пока не узнала о существовании Одинцовского клуба «Активное долголетие». Незамедлительно Людмила Петровна стала его участницей, а после вступила в движение «Серебряные волонтеры». Участвую в создании свечей для фронта, подключаю соседей. Бабушка 87 лет. Соседка, которая не может выходить на улицу, у нее травма ноги, тоже участвует. Вяжем носки, шапочки, утепленные такие воротники. Пряжу и другие необходимые для поделок материалы долголетом предоставляют различные организации и объединения. Торгово-промышленная и общественная палаты, партия «Единая Россия» и другие. Эту посылку военнослужащим доставит Одинцовское волонтерское объединение. У нас есть ряд групп в Московской области. Совместно с ними мы загружаем машины и, естественно, получив пропуска, отвозим это все на передовую. Машины ездят каждую неделю. По одному, иногда по два раза. Каждую посылку солдаты принимают с благодарностью и сразу же записывают видеопослание для творцов добрых дел. Вот эти треугольнички, письма от вас, от школьников, они носят в карманах все и просто перечитывают каждый день. Вот, например, «Серебряные волонтеры» Одинцова, Московская область. Здесь написано «Дорогой наш защитник, надеюсь, эти носочки согреют тебя и напомнят о доме. Береги себя. Ты один из лучших сыновей нашей Родины. Низкий тебе поклон». Вот такие очень важные посылки, собранные совместными усилиями, регулярно отправляют нашим бойцам. И это внимание для них очень важно. Ольга Дмитриева, телекомпания Одинцова.